Я Юрий Зидоренко, профессиональный автомеханик. Я очищаю страну от машин, которым пора на свал. Раньше я занимался этим только в Москве. Теперь еду по всей России, чтобы предложить их хозяевам сыграть со мной викторину. Они смогут заработать на ремонт машины или просто забрать деньги. Но тогда я уничтожу их автохлам самым изощренным способом. Поехали! Одна из главных достопримечательностей города Владимир – Золотые ворота. Когда-то имела створы, выполненные в уникальной технике огневого золочения. В 1238 году они были сняты татаро-монголами и переплавлены либо увезены в Орду. Однако популярная народная легенда гласила, что они были утоплены в Клязьме. Их все еще можно найти. Как вы поняли, я во Владимире. Но ищу я во Владимире не золотые створы, а ржавые ведра. Кстати, один экземпляр я уже обнаружил. Это ВАЗ-2109 2001 года вынес. Я уже созвонился с его владельцем Евгением и договорился о встрече. Цену машины я пока не знаю. Но по приезду на место разберусь и поторгую. Поехали! Субтитры подогнал «Симон»! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло. Алло. А вы где? Так я здесь, рядом с машиной уже. Я тоже тут, но вас не вижу. А. Жень, голову поверните. Приветствую. Меня зовут Юрий. Я ведущий программы «Утилизатор». Здравствуйте, Евгений. Жень, давайте сразу же перейдем на ты. Давай. Знаешь что, я вот пока тебя ждал, твою машину осмотрел, и у меня сразу же возникло два вопроса. Первый, почему ты живешь во Владимире, а номера Ивановские? Друзья посоветовали съездить в Иваново, там выбор побольше и ценовые пониже. А, ну это понятно. Тогда второй вопрос. За сколько ты продаешь эту машину? За 55. Я просто для уточнения, мы об этой машине говорим? Да, конечно, об этой. Я за сколько ее покупал, за сколько продаю. Маша, Владимир, все так делают. Жень, знаешь, что я хочу предложить? Давай мы ее вместе с тобой осмотрим, я тебе скажу цену, за которую я ее готов купить. Ну, а там дальше решим. Давай. Ну вот, спереди твоя машина, в принципе, похожа на машину. Ну, только вон там, слева внизу, противотуманку оторвать, и вообще все будет шикарно. Ну вот. Вот, поэтому здесь мы задерживаться не будем, а пойдем сразу туда. А с этой стороны машина заканчивается, и начинается автохлам. Причем у меня такое ощущение, что у тебя ржавчина распространяется по машине во время движения. Не понял. А, рассказываю. Вот смотри, переднее правое крыло не сильно ржавое. Передняя правая дверь уже сильнее ржавое. Потом газку поддали, ржавчина пошла назад, и задняя правая дверь вообще ржавое. Заднее правое крыло совсем ржавое. Потом останавливаемся, тормоз, и вся ржавчина осыпается на порогах. Как тебе моя теория? Забавно. Нужно привести эту сторону в товарный вид. Убрать ржавчину, заварить дырки. А они будут. Загрунтовать, зашпаклевать, покрасить вот по... Всего, да. Всего за 12 тысяч рублей. 12? Что-то много. Нет, 12 это совсем немного. Пойдем дальше. Ну, здесь все как обычно. Вон дверь затка, задняя панель. Убрать ржавчину, подварить, загрунтовать, зашпаклевать и покрасить. 6 тысяч рублей. Идем дальше. Ну, с левой стороной все значительно лучше, чем с правой. Лучше? Ну, в смысле хуже. Ну, в смысле ржавее. В общем, заднее левое крыло. Мятина, ржавчина. Порог левый вообще ржавый. Задняя левая дверь. Не Зорро знак оставил? Да нет, эта фура у меня въехала. И поцарапала немного. Слушай, ну, крепкая у тебя машина. Ну, ладно, задняя левая дверь, ремонт, окраска. Передняя левая дверь, убрать ржавчину, зашпаклевать, покрасить. И переднее левое крыло, ну, восстанавливать здесь бесполезно, поэтому будем менять и красить. В общем, за всю левую сторону 18 тысяч рублей. Однако. Так, салон я уже посмотрел, ну, пока тебя ждал. Там однозначная химчистка 2400 рублей. И, что-то я забыл. А, вот, лобовое стекло. Разбито, замена 1800 рублей. Итак, Жень, я готов ее купить за 14 тысяч 800 рублей. Ну, давай хотя бы за 25. Понимаешь, Жень, по правилам нашей программы я не могу тебе просто так дать больше денег, чем я насчитал. Но у тебя все равно есть шанс продать мне эту машину прямо сейчас по твоей цене за 55 тысяч рублей. Надо просто выиграть. У меня выгру, повезет, не повезет. Ну, да, мать, что приложение? Сначала ответь мне на вопрос. Она у тебя вообще на ходу? Полтора года она оставила в дворе. Там что-то задымилось. В старте он не стал крутить и до сих пор не заводится. Ладно, открой капот. Мотор на месте. Это хорошо. Ладно. Правило игры повезет, не повезет. Если я в течение 15 минут смогу завести твою машину и проехать на ней круг, то я ее покупаю по своей цене. 14 тысяч 800 рублей. Если я не смогу этого сделать, то тогда я куплю ее по твоей цене в 55 тысяч рублей. Хорошее предложение. Я согласен. Надеюсь, ты проиграешь. А я надеюсь на обратное. Поехали. Да, действительно, что-то с проводкой. Ладно, попробуем по-другому. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Завелась. Ну что, прокатимся? Ты со мной? Да. Тест-драй. Вот сейчас мы проехали яму. Такое ощущение было, что она вся, постепенно ее переедет. То есть не целиком, а постепенно. Но при том, при всем, кстати, ездит очень хорошо. Руль удобный, хороший стоит. А со старым что случилось? Поменял, сломался. А, вот так вот. А мы мне толчок украли, что ли? Нет. Сам снял? Нет, поменял на руль. Интересный какой маркетинговый ход. Во! Вторая... У тебя все время так скорость включилась? Вторая. Вторая так, да? Остальные вроде нормально включились. Ну, знаешь, это плюс. Зато ты точно знаешь, что включил вторую скорость. Ну, да. А, вторая все отлично. Точно не промокнулся. Итак, Жень, я выиграл. Я покупаю этот автомобиль за 14 800 рублей. Очень жаль. Не расстраивайся, у тебя есть шанс заработать еще 50 тысяч рублей. Надо просто сыграть со мной викторину. Правила очень простые. Мы отправляемся на моем автомобиле до пункта назначения. По дороге я задаю тебе 10 вопросов на автомобильную тематику. За каждый правильный ответ ты получаешь плюс 5 тысяч в сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Напоминаю, эту сумму 14 800 рублей. И она не сгораема. За каждый неправильный ответ просто 5 тысяч мне прибавляется. Согласен? Конечно. Отлично. Проходи ко мне в машину, а на твоем автомобиле поедет наш человек. Оставайтесь с нами, чтобы узнать, какой автомобиль называли «Ослобык». На какой машине ездил Штирли. И удастся ли Евгению заработать 50 тысяч рублей. Вы смотрите программу «Утилизатор». И мы сегодня во Владимире. Наш герой Евгений хотел за свой автомобиль 55 тысяч рублей. Но мне удалось скинуть цену до 14 800 рублей. Что-то маловато. Я хотел ее продать за 100 вступал. Но Евгений может выиграть еще 50 тысяч рублей. Сможет ли он ответить на все вопросы викторины? Сейчас узнаем. Жень, расскажи про свой автомобиль. Когда я служил в армии, я подписал контракт. И около года, наверное, копил на эту машину. И купил вот эту девятку. Ага. То есть сбылась мечта, да? Ну да. Не без трудностей, конечно. Ладно. Позже расскажешь, что там были за трудности. Давай начнем наш викторин. Давай. Первый вопрос. Какого вида автомобильных шин не существует? Вариант А. Летний. Вариант Б. Зимний. Вариант В. Осенний. И вариант Г. Всесезонный. Я думаю, вариант В. Осенний. И это был правильный ответ. И ты получаешь плюс пять тысяч рублей к сумме, за которую я у тебя купил автомобиль. Второй вопрос. Назови автора песни 1971 года «Горизонт», припев которой начинается словами. Наматываю мили на кардан, назло канатом, тросом, провода. Вариант А. Владимир Высоцкий. Вариант Б. Алексей Толстой. Вариант В. Булата Куржава. И вариант Г. Валерий Абатинский. Это, конечно, я знаю. Это вариант А. Высоцкий. Уверен? Да. И правильно уверен. Это действительно Владимир Высоцкий. Вариант А. И ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Третий вопрос. Элемент дороги, примыкающий непосредственно к проезжей части на одном уровне с ней. Оключающийся типом покрытия или выделенный с помощью разметки. Это вариант А. Ровка. Вариант Б. Обочина. Вариант В. Тротуар. И вариант Г. Бордюр. Я думаю, вариант Б. Обочина. Уверен? Да. Мне нравится твоя уверенность. И это правильный ответ. И ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Четвертый вопрос. С какой периодичностью в производственном цехе компании Toyota рождается новый автомобиль? Вариант А. Вариант А. Каждые шесть секунд. Вариант Б. Каждые тридцать секунд. Вариант В. Каждые пять минут. Вариант Г. Каждые двадцать минут. Я думал, вариант Г. Каждые двадцать минут. Это был неправильный ответ. Потому что правильный ответ. Вариант А. Каждые шесть секунд. Пятый вопрос. На дорогах, вне населенных пунктов, в странах Европейского Союза нельзя выходить из машины без Вариант А. Пакета документов. Вариант В. Яркого жилета. Вариант В. Бутылки с водой. И Вариант Г. Знака аварийной остановки. Ну, у меня есть два ответа. Я сейчас сомневаюсь, конечно. Я, скорее всего, остановлюсь на жилете. Это вариант В. Яркий жилет. И ты совершенно прав. В автомобиле действительно необходимо иметь яркий жилет со светоотражающими элементами. И без него выходить вне населенных пунктов нельзя. Ну что, Жень, значит, твоя мечта сбылась. И ты купил девятку. Да, я отъездил на ней почти 9 лет. Слушай, ну, за 9 лет-то ведь много чего может произойти. Да, нашел работу, женился. Двое детей родились. Я на ней жену в роддом отвез. Детей забирал с роддома. Было так классно, украшал ее шарами. Жена была в восторге. О! То есть машина уже практически как член семьи. Ну да. Запомним. Давай продолжим нашу викторину. Давай. Шестой вопрос. На базе каких двух автомобилей был собран советский автомобиль-гибрид, в народе прозванный «Ослабых»? Вариант А – ЗИЛ-111 и АМО-Ф-15. Вариант Б – ЗИЛ-101 и ГАЗ-12. Вариант В – ЗИЛ-110Б и ГАЗ-13 «Чайка». И вариант Г – ГАЗ-12 и ГАЗ-13 «Чайка». Это я точно ответ знаю. Это вариант Г – ГАЗ-12 и ГАЗ-13. После появления нового номенклатурного автомобиля ГАЗ-13 «Чайка» многие генералы почувствовали себя уязвленными до глубины души. Ведь «Чайки» простым генералам были не положены. Выход нашелся, а точнее собрался. На начинку ГАЗ-13 «Чайка» натянули кузовные детали от ГАЗ-12. Полученного мутанта в народе заслуженно прозвали «Ослопык». Молодец! Это правильный ответ, и ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Седьмой вопрос. Специалисты Новозеландского общества по защите животных в рамках программы по поиску владельцев для бездомных животных за два месяца научили нескольких псов. Чему? Вариант А. Водить машину. Вариант Б. Мыть стекла автомобиля. Вариант В. Показывать дорогу домой. И вариант Г. Ездить на общественном транспорте. Я думаю, это вариант Г. Ездить на общественном транспорте. За два месяца несколько бродячих собак под руководством кинологов научились водить машины. Тренировка началась на деревянных колясках. Затем собак учили управлять настоящим автомобилем. Сделал специальный удлинитель для педали газа и тормоза, чтобы их можно было нажимать задними лапами. Финальное показательное выступление включало в себя проезд по прямой и разворот на 180 градусов, с чем собаки вполне справились. И это был неправильный ответ, потому что правильный ответ. Вариант А. Водить машину. Восьмой вопрос. В романе Юлиана Семенова стандартенфюрер Макс Отто фон Штирлиц перемещается на шикарном Хорьке. А в фильме «17 мгновений весны» Штирлиц ездит на черном автомобиле марки. Вариант А. Хорьк. Вариант В. Ауди. Вариант В. Мерседес. И вариант Г. Вольксваген. Ну, это ответ, конечно, В. Мерседес. Я много раз смотрел этот фильм. Не договорившись по Хорьку, для съемок скупили трофейный Мерседес 1938 года. Однако, когда машину отправили для съемок в Берлин, выяснилось, что у нее пробита головка блока. И сниматься этот автомобиль никак не может. Пришлось арендовать такой же у немецкого коллекционера. Но съемки планировались не только в Берлине. Для съемок в Риге искали точно такой же в Риге. И нашли. Правда, он чуть-чуть отличался оптикой. А в это время основную машину чинили. Но поездить в кадре к Тихонову на ней так и не удалось. Ее использовали в Москве для комбинированных съемок. Теперь она стоит в музее Мосфильма. Хотя она-то как раз почти и не снималась. И это был правильный ответ. И ты получаешь еще плюс 5000 рублей. Девятый вопрос. В городе Суинден, Великобритания, есть волшебный объезд. Волшебный объезд – это название. Но название чего? Вариант А – аттракциона. Вариант Б – перекрестка. Вариант В – купика. И вариант Г – хвоста полиции. Я, конечно, предполагаю, что это может быть ответ Б – перекресток. Ты точно уверен, что это не аттракцион? Нет. То есть не уверен? Не уверен. Понятно. Хорошо. Твой ответ? Вариант Б – это перекресток. Движение на перекрестке в Суиндене организовано вокруг пяти маленьких кругов по часовой стрелке, а вокруг большого центрального круга – против часовой стрелки. Нескушенному автолюбителю такой разъезд представляется сложным и запутан. С этим не согласны местные жители, которые считают, что перекресток очень удобен и рационален. Может, поэтому он получил название «Волшебный объезд». Без помощи магической силы здесь явно не разобраться. И знаешь что, Жень, твоя уверенность – тебя не подвела, это правильный ответ. И ты получаешь еще плюс пять тысяч рублей. Итак, у нас остался последний десятый вопрос. Он рассчитан только на твою эрудицию сообразительности. Поэтому вариантов ответов нет. На ответ тебе дается только одна минута. Готов? Да. Десятый вопрос. Несколько лет назад в США в аварию попал трейлер. На место приехали спасатели. Для ликвидации последствий ДТП им пришлось применить пожарную технику. И все же это им не помогло. Спасатели пострадали от пассажиров трейлера. И с многочисленными травмами были госпитализированы. Жень, что перевозилось в этом трейлере? Это надо подумать. Есть, конечно, предположение, если пожарники пострадали, в этом трейлере могла перевозиться какая-нибудь пиротехника, которую не могли даже затушить. Я, наверное, остановлюсь на этом варианте. Это будет пиротехника. Других у меня вариантов никаких больше нет. В аварию попал трейлер, перевозивший пчелиные ульи. В результате на свободе оказалось примерно 17 миллионов пчел. Приехавшие на место спасатели и дорожные службы пытались разогнать насекомых с помощью сильной струи воды. Однако многим не удалось избежать нападения пчел. Укушены были десятки человек, и многие из них оказались в больнице. Это очень интересная версия. Реально, Женя, интересная, но совершенно неправильная. Потому что этот трейлер перевозил пчелиные ульи. Итак, мы подъезжаем к пункту нашего назначения. Уже через пару минут решится судьба машины Евгения. Что он выберет? Деньги или автомобиль, который был его мечтой? Это программа «Утилизатор». И сегодня мы во Владимире. Сегодняшний герой Евгений продает автомобиль, который считает членом своей семьи. Я на ней жилу, роддом отвез. Детей забирал с роддома. Совсем скоро вы узнаете, какой способ утилизации машин я сегодня применю. А может, автомобиль получит вторую жизнь. Итак, мы на месте. И я предлагаю подвести итог. Ты ответил правильно на 7 вопросов из 10. И это 35 тысяч рублей. И я купил у тебя машину за 14 тысяч 800 рублей. Итого твоя сумма составляет 49 тысяч 800 рублей. Вот эти деньги. И я хочу предложить тебе два варианта. Вариант первый. 49 тысяч 800 рублей, которые ты заработал, мы пускаем на ремонт твоей машины. Чиним ее, приводим в порядок, насколько это возможно, на эту сумму. И она остается тебе. Второй вариант. Ты забираешь деньги. И в этом случае ты больше никогда не прокатишься на машине своей мечты. На машине, которую считал членом своей семьи. Ведь она была с тобой и в радости, и в горе, и подвела тебя лишь однажды. Ты не увидишь эту машину никогда. Потому что я, покупая автохлам, и утилизирую его для того, чтобы улицы города стали чище. И я считаю, что это правильно. Не торопись подумать. У тебя есть ровно одна минута, чтобы решить. Если выберешь деньги, то надо просто нажать вот на эту кнопку. И самому запустить процесс утилизации. Если выберешь ремонт, то надо просто сказать. Оставляю машину и дарю ей жизнь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Наверное, я выбираю. А ты что, телефон не выключил, что ли? Забыл. Ну ладно, ответь уже. Да? Да, еще на съемку. Нет, еще ничего не решилось. Да, 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 я понял. Все понятно. Да, да. Кто звонил? Жена. Она сказала детям, куда я повез девятку. И они попросили оставить ее. Я оставляю машину и дарю ей жизнь. Хо-хо-хо, вот это поворот, а! Жень, увидимся у тебя во дворе через 7 дней. Так, парни, вот машина, 7 дней, бюджет 49 800 рублей. Поехали! Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Юр, ну что, ты список составил? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ага. Ого! Нормально. Не, ну это что делать надо по-любому. Ладно, я тогда за запчастями поеду. Жду. Я пока передний рычагер. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Алло, Евгений, это Юрий. Я и твоя девятка, ждем тебя во дворе. Хорошо, жду. Уже бежит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Привет. Ну что, как и обещал, ровно 7 дней. Ждал с нетерпением. Готов? Да. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Начнем. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, нравится? Да. Но есть одно но. Денег, которое ты заработал, хватило на ремонт стартера, электропроводки, частичный ремонт ходовой и покраску по задней крылу. Вот так. Да и ничего страшного. Я тоже так считаю. Начало положено. Остальное сам доберу. Согласен. На, пользуйся. Жена и дети утра, да? Это самое главное. И так, друзья, пора прощаться. Говорят, что хорошая семья – это где муж почитаем, жена любима, а дети беззаботные и счастливые. Судя по тому, что у Евгения и жена, и дети участвуют в принятии важных решений, у него именно такая семья. С вами была программа «Утилизатор» и я, Юрий Сидоренко. До скорых встреч. Пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!